Добрый вечер! Мы же все мужчины независимы от возраста, независимы от службы в армии, достойны уважения и добрых слов. Но вот сегодня мы решили предоставить нашу площадку тем героям, кто выбрал своим делом защиту Родины. Так что звездная у нас сегодня программа, тема «Настоящий полковник» и проведу ее я, капитан милиции, в прошлом, Светлана Кадырова. С удовольствием представляю наших гостей. Алексей Васильевич Бламыков, полковник полиции в отставке, директор филиала автономной некоммерческой организации, дополнительное профессиональное образование, Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи, бывший заместитель начальника управления Росгвардии в Республике Торстан. Все верно? Так, точно. Приветствую вас. Борис Васильевич Гривцов, полковник в отставке, председатель Совета клуба боевой славы Республиканской общественной организации «Союз ветеранов Республики Торстан». Приветствую вас. 79 лет, Борис Васильевич. Посмотрите, в каком он строю. Айрад Давидович Баговиев, полковник внутренней службы в отставке, начальник профессионального образовательного учреждения спортивно-технического клуба Центр ДОСАВ Республики Торстан. Так, точно. Как все, какие фразы так красиво, как красиво звучат. Так, точно. Никогда еще такого не слышал. Очень-очень приятно. С удовольствием представляю Рустам Калимович Гумеров, полковник запаса, ветеран боевых действий и преподаватель Международного центра компетенции Казанского техникума информационных технологий и связи Хайер Лякиш. Хайер Лякиш. Рафаэль Нурхаметович Мутыгулин, полковник внутренней службы, начальник управления договорных подразделений Федеральной противопожарной службы по Республике Торстан. И с нами сегодня Илья Николаевич Неретин, полковник, начале кафедры радиационной и химической и биологической защиты военного учебного центра при КНИТУ, КХТИ, кандидат военных наук. Приветствую вас. Илья Николаевич Неретин, полковник, начале кафедры радиационной российской армии, отставные военные делились на настоящих и ненастоящих. Настоящие полковники получали это звание состоя на военные службы, за реальные заслуги по защите Отечества. И к этому еще прилагался дворянский титул. А вот ненастоящим очередное звание присваивали одновременно с отставкой. Ну, как поощрение за многолетнюю службу. Я не знаю, но, конечно, настоящие всегда были в почете, в том числе и в обществе, и у прекрасных дам. Вот не уверена, знала ли это наша интернет-аудитория, но в начале недели мы у аудитории ТНВ в социальных сетях спросили, кто такой настоящий полковник. И вот как распределились голоса, причем в большей степени женских. Идеал мужчины 18% проголосовавших, защитник Родины 62% большинство и 20% респондентов выбрали вариант просто звания. Зрителям адресуем такой же вопрос, итог голосования подведем в конце программы. А мне бы хотелось, чтобы наши полковники сегодня прокомментировали, вот 62% это много или мало? Или все, Борис Васильевич, должны считать, что полковник это всегда защитник Родины? Или вообще совместить и идеал мужчины, и защитника, и звания? Ну, я вообще считаю, что войск и звание полковник означает доверие Родины, быть единичальником и командиром. От решения и действий которого зависит не только благополучие, выполнение поставленных задач, но и иногда жизнь подчиненных. Поэтому каждый полковник должен знать об этом, чувствовать об этом. И через сердце пропускать вот эти чувства, работая со своими подчиненными, служа нашей Родине. А в детстве мечтали, Борис Васильевич, что полковником будете? В детстве я мечтал стать летчиком. Но полковником. Ну и полковником. И полковником в том числе. Интересно уже, что там, Калимович, на ваш взгляд, 62% защитник Родины, большинство считает, что все-таки главная задача. Вот смотрите, с учетом того, что кто такие 62%, можно же поспорить, правильно, да, то ли это реальное все население, 62% могли бы ответить. А если так, я считаю, это, наверное, нормальная цифра. Все-таки 62% это больше, чем половина людей считает, что это защитник Родины. Правильно? Идеал мужчины добавили бы туда? Идеал мужчины? Я тоже добавил. И потом, что такое звание полковник, вы здесь правильно сказали. Но первые четыре буквы это полк. Да, все-таки самая такая основная единица, наверное, в армии все-таки, особенно в самых многочисленных войсках мотострелковых, это же полк. Правильно? И вот, как правило, командир полка это полковник. И как раз, вот как здесь предыдущий мой товарищ сказал, полковнику доверяется и жизнь, и судьба, и солдат, и офицеров, и подчиненных, и при том решение самых сложных задач в армии. Поэтому неспроста. Ну и Николай Второй был полковником. И если я скажу, что нынешний наш президент носит воинское звание полковник, поэтому мы горды... Ох, надо было пригласить, только улетел. Мы горды тем, что носим воинское звание полковник. Спасибо большое, Алексей Васильевич. На ваш взгляд, 62% много или мало, или 100% должны были сказать, что защитник Родины. Да никто ничего не должен, как сказали, так, наверное, и есть. Но полковник это своего рода признание заслуг, это звание, достигнутое упорным трудом, это своего рода доверие. Человек, который способен решать эти вопросы, сложные, неординарные, который доказал тем, что он способен этим быть полковником. Родина Межда, а на ваш взгляд, согласны с интернет-аудиторией или возмутились бы? Я согласен со своими коллегами, и, в общем-то, это, прежде всего, ответственность, признание заслуг, безусловно. Уверен, что каждый из моих коллег на этой прямой связи помнит вручение погон полковника. Это особая, великая честь, которую надо, действительно, ну, очень сильно заслужить. А капитанский меньше, вот там, или каждая звезда, вот, по-своему цена, или полковничий это просто, вот... Ну, капитана это просто очень красивое звание, так много звезд не бывает ни в одном звании. Но, в общем-то, я абсолютно согласен с интернет-опросом, ну, мне добавить нечего. Спасибо, ну, как бы, вот, мое мнение таково. Рафаэль Турхаметович, настоящий полковник это, по-вашей тогда, по-вашему... Ну, я считаю, аудитория правильно оценивает. Все-таки, в большей степени защитник? Полковник, прежде всего, это защитник Отечества. Единожды одев форму погоны, присягнув Родине, он достойно должен нести честь и отважным человеком быть. Даже сняв погоны, сняв даже военную форму, он должен оставаться идеальным мужчиной. Вот, все совместил, да, Илья Николаевич, есть что добавить? Да, согласен, значит, со своими коллегами. Полковник, как правильно было сказано, это все-таки командир части, вот, командир полка, вот, который отвечает за свой личный состав, подчиненных, за принятые свои решения. И, как говорится, каждый лейтенант, значит, получая офицерское звание, мечтает быть полковником, генералом и так далее. После полковника еще о чем-то мечтается? Или вот когда уже полковник, уже потом так, уже меньше мечтаешь? Это уже счастье. А, это уже счастье. Еще одно уточнение, просто, вот, Рафаэль Нурхаметрович сказал, что вот, даже когда без формы, ты все равно человек, честь, доблесть, да, отважный человек. Борис Васильевич, вот так, по девичьей просто спрошу. Вот когда в форме, чувствуете, что внимания женского больше? Да вы знаете, во-первых, одеваешь форму, себя не только подтягиваешь, поднимаешь. Если, конечно, померить планку, ты на 3-4-5 сантиметров выше становишься. И поэтому на тебя, во-первых, возлагаются огромные обязанности о том, что ты красота Родины, ты военнослужащий. А уж, если ты полковник, то это ты король. Всегда женщины смотрят сначала на младшего лейтенанта, потом на капитана, ну а потом уже на полковника. Спасибо, Борис Васильевич, очень откровенно сегодня, вы смотрите, какие наши полковники. При этом хочется узнать, в принципе, кем мечтали, вот, да, Борис Васильевич сказал, что летчикам хотел, да? В принципе, как начиналось, я не представляю, у вас, ну, мальчики в 5-7 лет мечтали уже быть полковником? Кем вообще мечтали быть? Может быть, или мечтали быть стоматологом, но вдруг, вот, там, пример отца, либо пример деда. Что повлияло на ваш выбор? Может быть, герой кинофильма, возможно, какого-то советского? Стан Крымыч. Когда вообще, в принципе, да, у вас вот в голове... Я рос в деревне, сам из Арска в районе, деревня Шушмабаш. У меня был военнорук. Шигапов, Герметин Шигапович, герой Великой Отечественной войны. Получил в числе первых, еще в июне 41-го года, орден Ленина за свой героический подвиг. Вот он для меня был образцом, примером. И первой причиной, то, что я вырубил профессию военную, я считаю, это был мой военрук. То есть, мой учитель со школы из моей деревни. В последующем для нас примерами стали космонавты. И очень сильно хотелось стать космонавтом. Стремился стать космонавтом, но, однако, по состоянию здоровья, зрение не позволило. В итоге, очень сильно хотел быть военным, но зрение мое позволило только поступить в военное училище связи. И выбрал я Ульяновское высшее военное командное училище связи. И всю свою оставшую жизнь связал с войсками связи. Вот так случай помог. Но в последующем никогда об этом не жалел. Сегодня дружу, в том числе, и с космонавтами, и военными других специальностей. Этим горжусь. Так что, вот так я стал военрук. Смотрите, какое значение все-таки военрук в школе, да? Да. Мы видим, насколько... Я всегда об этом говорю. ...насколь влияет. И как сегодня нужно, в принципе, возможно, изменить и скорректировать работу в школе. Вот, Борис Васильевич, да. Про летчика знаем. А были примеры людей, на кого бы смотрели и на кого хотели быть похожими? Тоже, как выбирая военную карьеру. Ну, я могу сказать только одно, что для меня, как для военного, в становлении настоящим полковником был пример командиром полка авиационным, в котором я служил. Это в будущем генерал-майор Тимохин Владимир Иванович. И вот вы знаете, когда стоит на построении авиационный полк, а я служил в Прибалтике, еще темно. И вот все стоят такие в понедельник замороженные, все после воскресенья. Но и вдруг выходит командир полка, полковник в папахе, подтянутый. А ведь летчики очень редко одевают свою военную форму в виде шинели, в виде кителей. Они все время в летной форме, которой нужно летать. Так вот, он выходит, и весь полк начинает выравниваться. Все смотрят, идет, как мы уже говорили, красавец-полковник, подтянутый, аккуратно выдерживающий строевой шаг, хотя летчики строевой подготовкой занимаются не так много. Так вот, мы, лейтенанты, которые приходили на службу в этот полк, всегда открывали рот и смотрели, как двигается командир полка. А впоследствии, когда я стал с ним летать, даже в одной кабине, я видел, как он требовательно относится и к техникам самолета, и к своим подчиненным. И в то же время, как он с душой может поговорить с любым, кто находится на территории аэродрома или в классах. Касаясь любых проблем, и домашних, и высокопрофессиональных. Так вот, этот пример полковника для меня был, ну, звездой, что ли, ориентиром, на который можно было равняться. И я всегда равнялся, и всегда, до сих пор помню это. И стараюсь быть похожим вот на первого полковника, который был в моей жизни, с которым можно взять пример. Отличная история. Спасибо большое, Борис Васильевич. Александр, а вы как выбирали? На вас что повлияло? Вот каждый вспоминает, причем по имени, фамилии, отчеству, каждый вспоминает своего героя. Кто для вас героем был, когда вы выбирали? Для меня герой, это был мой отец, которого я хотел чуть-чуть немножко превзойти. Превзошли, нет? Так, по званию. Да, он майор милиции. Так. Я хотел сначала достичь этого звания, чтобы прийти и сказать, я вот ничуть не хуже, чем ты. Ну, потом, и дальше-дальше пошел. И вот здесь говорил, что и как, значит, повлияло. Ну, полковник, да, и вот каждый из нас здесь представляющий, я думаю, это такой собирательный образ. А ведь у каждого из нас здесь присутствующих не один был руководитель, их было много. И вот до каких-то пор, наверное, там, до звания майора, я не знаю, подполковника, смотришь на своих руководителей, впитываешь вот эти вот самые лучшие позитивные качества, стараешься быть таким же. Ну, когда ты уже, наверное, достигаешь там звания хотя бы, ну, пусть будет подполковник, да, и ты уже видишь уже более высшие звания, там, генералов, ты начинаешь уже примерно подтягиваться под них. Да, то есть, поэтому все самые лучшие качества, которые мы в себе воплотили, я думаю, они именно были как собирательный образ от разных руководителей. И каждый из здесь присутствующих, он самый лучший, что он в себе воплотил. Как отец отнесся, когда вы полковником вернулись домой-то? Как майор отреагировал? Отец у меня работал участковым в Ленинском РУВД, потом это стал правоприимник авиастроительный, и присвоив звание полковника, меня назначили начальником авиастроительного отдела полиции. Я его пригласил в этот кабинет на Челюскино-56, где его и хвалили, и ругали. Вот просто я ему показал, как бы, и ту сторону, что можно это было достичь, и я достиг. Спасибо ему и нашему руководству. Спасибо. Хорошо. Тоже прекрасная история. Спасибо сегодня, что за откровенно свое что-то начали. Айр Адамирович, а для вас кто, что, что повлияло вообще? Либо это был абсолютно самостоятельный выбор, либо, ну, может быть, какая-то ситуация в жизни произошла. Ну, я уже, как-то, начал осознавать, и заглянув в свое детство, понимаю, что выбор пал, прежде всего, благодаря деду моему, ветерану Великой Отечественной войны, инвалиду, участнику Салининградской битвы, Боговеву Рахиму Ильичу. И очень благодарен своим родителям, потому что они очень далеки были от военной службы, то, что они поддержали меня, это, ну, в общем-то, всецелая их заслуга, хотя в то время, наверное, сложно было думать, задумываться об этом, потому что, ну, не было таких возможностей уехать куда-то далеко, поступать, конкурс высокий. Как вот уже было сказано, здоровье подвело, хотел стать, ну, если не космонавтом, то ракетчиком, как говорится, защитить родину так серьезно, да, имея вооружение такое, арсенал, и, в общем-то, пал выбор на войско училище тыла, потому что, ну, только эти мои показатели со зрением позволили поступить туда. Ну, и диплом инженера-экономиста преследует меня вот всю жизнь до сих пор. Я всегда решаю сложные задачи с экономическим акцентом, надо было что-то там делать. Очень приятно, что в МВД, когда я перевелся после, ну, окончания нашего Великого Советского Союза, так сложилась судьба, мне очень повезло на моих руководителей, которые ставили сложные задачи, и мне было очень приятно, когда я их выполнял, ну, невыполненных заданий я не припомню, к счастью. Ну, в общем-то, благодарен тому, что семья меня поддержала, и сложные задачи, они, ну, определенный интерес, драйв, вот, самолюбие, как-то вот, ну, вспоминаешь, вот, получив задание, выходишь с кабинета заместительного министра, вот, в светлой ему память, Габидульна Господа Гумеровича, и не знаешь, как ее выполнить, просто вообще, как-то шок, ну, посидел, подумал, взвесил, позвонил товарищу, посоветовался там с коллегами, и как-то по чуть-чуть, по чуть-чуть начинаешь эти задачи решать, а дальше уж, ну, такие серьезные мероприятия, как Всемирная универсиада, прошедшая в Казани, это сложные задачи, это, ну, я был очень рад, что все они были решены в штатном режиме, и наша республика, как всегда, в топе, ну, и здесь я хочу сказать, что правоохранительные органы составляют колоссальный вклад, вот, в наше общее дело, мы, как единое целое, и, ну, полковник, это человек, который может создать команду и сделать командную работу. И выполнить, и выполнить все задачи. Ну, получить желаемый результат, скажем так, выполнить по своей задачи. Хорошо, спасибо. Илья Николаевич, что, кто у вас, кто для вас стал примером, либо учителем, да, получается? Больше примером это самое, это наши советские фильмы, именно про войну, про Великую Отечественную войну. Ну, в большей части это вот то, что фильм «Офицеры», да, где она вот эта прекрасная фраза, что есть такая профессия, родину защищать. Я сам с Костромы, вот, у нас в Костроме, это военное училище химической защиты в то время, сейчас, в нынешний момент, военная академия РХБ защиты, поступил после колледжа, то есть уже, говорит, ослужив в армии, в армии, и целенаправленно сам, да, захотел. Друг у меня туда поступил, на старшем курсе, и после этого я тоже захотел быть военным. В роду я, я сама, никого не было у меня, все люди гражданские. Хорошо, а во сколько лет полковником стали? Так, уточнее, у мужчин же можно спрашивать про возраст? В 45 лет вы стали полковником. Интересно, Рафаэль Мирховедович, а на вас что повлиял? Кто повлиял? Ну, примерно такая же ситуация, выбор быть настоящим мужчиной, защитником Отечества. Мы, конечно, воспитывались на кинофильмах, мы читали много военных книг, история нашего народа, период Великой Отечественной войны, подвиг Муса Джалили. Мне вообще вдохновило, конечно, я очень люблю дисциплину. Вообще-то быть дисциплинированным и требовать дисциплины, это только может быть военной. Я после службы в пограничных войсках начал службу пожарной охраной. Тогда пожарная охрана входила в МВД, это в городе Магнитогорске в 83-м году. Я был одновременно студентом горного института и не мечтал о офицерской звании. Меня устраивало, я учился днем в институте, после армии, и получал 40 рублей стипендии. И когда пожарным работал, я получал 118 рублей, 158 рублей, это как инженер. Это в 83-й год можно. Но на мой выбор повлиял один пожар такой трагический. Во время тушения пожара, крупного такого, в ЦУМе города Магнитогорске, погибли трое пожарных. Во время тушения пожара. Я задумался, что эта профессия очень опасная, очень рискованная, но очень благородная. Я убедился, я 41 год на этой службе. Я знаю, что противопожарные службы, пожарные, они действительно несут такую большую ответственность, они очень переживают. Самое трудное, быть пожарным, это видеть смерть детей и горе родителей, которые потеряли во время пожара. Вот это самое сложное, это ношу я все 40 лет. Потом я поступил, увидев, как красиво командует парадом пожарным на день пожарных нам 17 апреля. Я окончательно не сделал выбор, мне надо поступить на учебу. Я оставил учебу в институте и поступил в Свердловское пожарно-техническое училище МВД СССР. После получения звания я был направлен для прохождения службы в Тюменскую область. Я 23 года прослужил в Тюменской области от лейтенанта до полковника, закалялся, получил хорошее образование, еще два образования, находящиеся уже на службе. Это Высшеполитическое училище МВД СССР в городе Ленинграде, ныне университет, когда выпускались, это академия МВД. Потом факультет руководящих кадров, академия государственного противоположного службы МВД России, это в Москве. Смотрите, какие еще образованные у нас, какие настоящие полковники. Свердловск, Ленинград и Москва. Достойное такое обучение. Для меня примером были действительно люди, которые выбрали вот эту профессию, очень высокообразованные. Меня просто поразили вот такие познания у моего руководителя. Я был в командировке вместе с ним, поездка была в течение полусуток, все время разговаривал, он полковник, начальник управления пожарной охраны Тюменской области. Ведяковцев Алексей Вениаминович, он говорит, как я вам завидую, товарищ лейтенант, у вас вся жизнь переделал полковник, у меня свободы нет, у вас, говорят, полны свободы. Он красивый такой спортсмен. И при разговоре я вот заметил, он до такой степени многосторонне образованный человек. Он мог вести диалог инженером строительства, главным технологом крупнейшего нефтехимического комплекса Тобольского. Мог вести разговор с любым преподавателем. То есть ему надо быть пожарным офицером, надо быть многосторонне развитым, потому что надо знать очень много норм. Да, оказываю, Роман Халинович, еще проговорим, да, замечательно, что вспомнили всех своих героев. Вы просто сейчас вспомнили трагическую, да, трагедию, которой вы, как говорите, 40 лет, да, с этим сердце живете. Наверное, у каждого из вас, в вашей службе, была вот эта история, я не знаю, назвать это подвигом, поступком, сложнейшей задачей, требующей огромного напряжения. Трудный мужской поступок. Вот именно на службе, что в памяти, вот нам рассказали про пожар, а у вас что, Борис Васильевич? Что в памяти до сих пор, что не вырезать, не заклеить, не закрасить? Вот, Светлана, я подумал над вашим вопросом, ну и решил немножечко поменять вектор ответа. Поменяйте, Борис Васильевич. И вот вы знаете, мой отец, участник Великой Отечественной войны, получил ранение при Курской битве и оказался здесь, в госпитале. Ну и потом продолжил службу после госпиталя. И в результате этого госпиталя родился я. Я знал, что он мне говорил, сынок, я так мечтал дойти до Берлина. И вот когда я служил в авиационном полку, у нас стояла задача на учениях пройти условную противовоздушную оборону противника, выйти на Берлин, подняться на высоту 14 тысяч метров и сбросить условно, ну, вы представляете, что это такое, ядерное оружие. И вот в этих учениях я принял участие, и после выполнения этого задания мы совершили посадку под Берлином, есть аэродром Вернохин. А я летел и видел Берлин. И когда я сел, я сказал себе, я выполнил мечту своего отца. И хочу сказать только сейчас одно, что мы сегодня можем сделать все, чтобы выполнить мечту и моего отца, и мою мечту, защищая нашу Родину. Спасибо, Борис Васильевич. Спасибо. Рустам Калимович, у вас что, вот из таких историй, да, не то, что здесь, вот даже не вектор Борис Васильевич поменялось, смысл, наверное, углубил даже. Наверное, для всех офицеров нашего поколения самое знаковое событие, это когда мы служили в Советской Армии, присягу давали нашей Великой Родине, Советскому Союзу, потом произошел развал нашей страны, предали нашу армию, вывели войска из территории европейских стран, и многие офицеры оказались, скажем так, в очень сложной ситуации. Но мне это не коснулось, я уже к этому времени находился на территории, скажем так, Советского Союза, но для меня вот это произошедшее событие тогда, они, ну, оказали очень серьезное влияние, но тем не менее, я считаю, что не поддались, остались верные присяги, остались служить, служили в самых таких сложных условиях, когда не было горючего для того, чтобы проводить занятия по боевой подготовке. Проблемы были, как накормить солдат, понимаете, все это было. Это вот самое, я считаю, сложный период, ну, моей судьбе офицера. А потом уже всю жизнь командовал подразделениями, ну, приходилось выполнять специальные задания и в первой, и во второй кампании, но я их не считаю, что уж они были такими уж героическими или там какими-то сложными. Почему? Потому что, ну, вообще войска связи, основная задача, это обеспечение управления войсками. Больше всего в острие идут атаки у нас и мотострелки, и десантники и так далее, а мы просто выполняли свои задачи. Ну, для меня, я считаю, вот, и для моей семьи тоже, это был самый сложный период. Но я благодарен своей семье, которые меня очень сильно поддержали, своей супруге, которая сказала, нет, мы будем служить, каким сложным временем они были. Почему? Потому что армия не может подавать свою страну, ну, вот, армия-то должна стать самым, ну, надежным защитникам. А мы, коль дали присягу, должны верно служить. Хорошо сказал супругу, да, мы должны служить. Это тоже, наверное, важно. Человек один не может служить. Это семья, поддержка семьи дает силы и дает возможность для того, чтобы пройти все испытания. И вот сегодня сейчас в зоне специальной военной операции наши ребята, вот, представляете, человек находится на передовой, и он должен быть на 100% уверен в тыле, понимаете, о том, что семья там надежно защищена, семья обеспечена. Но в этом плане, слава богу, государство много чего делает. Это реально дает силы и поддерживает ребят. Хорошо, спасибо. Мы сейчас приведемся на рекламу, потом продолжим, не переключайтесь. Мы продолжаем ток-шоу «Точка опоры». Настоящий полковник – тема нашей сегодняшней программы в преддверии Дня защитника Отечества. Вот остановились мы на историях, которые сегодня настоящий полковник. И рассказывать истории жизни, которые, в общем-то, очень сильно врезались в память. Илья Николаевич, что у вас вот, что вот здесь вот сидит? Может быть, болит? Может быть, гордость наоборот? Нет, у меня, дай богу, слава богу, у меня по службе было все хорошо. Я проходил службу в ракетных войсках стратегическое назначение в должностях начальника службы РХБ защиты. Самое главное, я считаю, это на всех учениях, на всех командно-штабных тренировках. Это чтобы личный состав, который выполняет наши задачи, то есть наши приказы, вернулся живым, здоровым и выполнивши данную задачу. Также курсанты, которые проводят занятия и так далее, чтобы не получили увечья. Вот это самое главное, я считаю. Особенно при выполнении огневых стрельб и так далее. Это вот главная задача полковника, да? Да, это главная задача, да. Хорошо, Айра Дамирович, у вас что в памяти такого? Ну, в памяти, как бы, ну, есть самый тяжелый момент, который вспоминается со службы, самый тяжелый, он до сих пор как бы в голове, до сих пор ищешь выход, до сих пор ищешь решение. Ну, когда теряешь товарищей по службе, и когда они на службе, они несут ее с достоинством и честью. И, как говорится, ну, жизнь так складывается, что в один прекрасный момент происходит трагедия. И вот, ну, хочется просто дать дань памяти, значит, нашим парням, бойцам, которые уходят на небо в расцвете сил. Вот, ну, все, что хочу сказать. Хорошо, спасибо. Алексей Васильевич, а у вас о чем можно говорить? Я понимаю, что не все можно говорить в том числе. Наверное, уже можно где-то и сказать, и даже нужно, наверное, это сказать. Я самые трудные моменты службы пережил работы в лихие 90-е, уголовный розыск, раскрытие убийств, заказных в том числе, преступлений против личности. ОПГ? И ОПГ в том числе, да. Об этом и написана книга Азгата Ахмедовича. Закат Казанского феномена. Это вот мы в том числе и стояли у истоков борьбы с этим злом. Было много-много всего разного, да, и оперская удача, и везение. Ну, это в первую очередь, конечно, очень большой труд, когда, не считаясь личным временем, силами, полностью себя отдаешь достижению вот этой цели. И просто даже об этом не задумываешься, но спасибо руководителю, они видят, как бы отмечают, поддерживают. Ты вдохновляешься и снова идешь и совершаешь какие-то вот такие трудовые, каждодневные подвиги. Вот. ОПГ 90-е, слава богу, что прошли. Да, мы который раз. Но сейчас вы, благодаря, в том числе и этой книге, мы сейчас, наверное, плавно перейдем к теме патриотизма молодого поколения. Мы сейчас, слово пацана, да, то самое нашумевшее, когда мы говорим, что мы снова популяризируем. А нужно популяризировать другое. Мы видим, вот нам сегодня уже историю, что люди росли-то на книгах, на фильмах, на советских фильмах, на фильме офицера, благодаря чему принимают решение, в принципе, выбрать эту профессию, Родину защищать. А мы сегодня о другом фильме, да, друг, который вызывает такой интерес. Я думаю, как раз, может быть, сегодня нам стоит поговорить о том, а в принципе, как с молодым поколением, как этот патриотизм, как эту прививку-то делать, Морис Васильевич? Через что? В настоящее время усилить вектор государственного внимания на участниках боевых действий. Вы посмотрите, было время, когда участники боевых действий в Афганистане практически оставались в стороне от вовлечения патриотического воспитания молодежи. Они собирались сами, проводили какие-то свои мероприятия и крутились вот в этом вот, в своем, как сказать, кругу. А участники вооруженных событий в Северокавказском регионе были вообще засекречены. А возьмите, к примеру, как вооруженная борьба с талибами в Сирии и помощь сирийскому народу. Мы видим, что она освещалась только в СМИ через героев Российской Федерации. Показали, а где же рядовые участники. Так вот, мне хотелось сказать, что вот сегодня эти воины, участники боевых действий, и их дети одними из первых встали в строй нашей славной армии. И могу сказать вам, что они ушли на специальную военную операцию защищать Родину, показав яркий пример патриотизма. Посмотрите, специальная военная операция, в рамках ее прошла частичная мобилизация. Призвали 350 тысяч военнослужащих, а сейчас в ряды вооруженных сил они пополнились более чем 300 добровольцев-контрактников. Это люди и участники боевых действий. Это просто наши граждане, которые, которых никто не просил, которых никто не заставлял это делать. Они просто говорят, нас так воспитывали, мы не можем остаться в стороне. И вот они в добровольных своих чаяниях пошли защищать нашу Родину и наш народ. Это же здорово. Вот молодежь видит о том, что Родина помнит о героических событиях Великой Отечественной войны. Мы подняли ветеранов войны на самую высокую планку, отдав им все внимание каждого гражданина нашей страны. А сейчас мы должны сделать то же самое в отношении участников боевых действий. Потому что забота о семьях погибших, участников боевых действий, нужно обязательно к этой заботе привлекать нашу молодежь. Чтобы они, как раньше они помнили каждого участника войны на своей территории в школе и приглашали их. Также сейчас они должны знать участников боевых действий. Хорошо, Борис Васильевич, времени не так много, вынуждены. Понятно, да? Будешь что-то в классе? Подержу, да. И могу только добавить, что в настоящее время руководством страны и нашей республики в том числе, этот вектор, как вы говорили, он действительно усиливается. И буквально полтора года назад по поручению Владимира Владимировича Путина в ряде регионов, в том числе и в Татарстане, были созданы пилотные такие центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи, которые я вот на сегодняшний день возглавляю у нас в республике. При поддержке Раиса нашей республики вот эти центры оборудуются необходимым имуществом, и мы проводим занятия с подрастающим поколением. У нас возраст от 14 до 17 лет, мы проводим с ними занятия по огневой подготовке, тактической, тактической медицины, чего раньше вообще не было. Прививаем навыки пилоти. А востребованность вот эта есть? Вы замечаете, что изменилось, в принципе, меняется отношение молодого поколения? Безусловно. Это, как сказал Владимир Владимирович, в крайней степени востребовано на сегодняшний день. И это вот, наверное, тот вакуум, который мы должны заполнить. Мы его заполняем, и вот мы должны стать ориентирами, к чему мы и стремимся, для подрастающего поколения в плане патриотического воспитания. И мы находим отклики после нашего обучения. Наши инструктора, как раз вот они и являются ветеранами боевых действий, прошедшими еще подготовку по линии педагогики. Мы реализуем наши образовательные программы в школах со студентами, с молодежью. И по завершению это звучит очень тепло, когда подростки, они в завершении нашей обучения обмениваются телефонами, прощаются. Но мы продолжаем с ними поддерживать отношения. Это вот то, что на сегодняшний день не хватает, нужно, востребовано. И мы это восполняем и даем. Игорь Михайлович, что еще нужно, что в принципе для патриотизма, вот как его прививается он или нет, вот как он воспитывается. Вот на личном примере, говорит Борис Васильевич, созданием центров, где помогают тут уже профессионалы сами, ветераны боевых действий, педагоги в том числе. Что еще надо? Для нашего министерства работа с молодежью в патриотическом воспитании является приоритетной задачей, поэтому и проводится целенаправленная работа в каждом гарнизоне. У нас есть возможность пригласить детей на экскурсию пожарной части. Они целый день знакомятся с спецификой нашей работы, они фотографируются, смотрят технику. И, конечно, многие мечтают потом в дальнейшем продолжить. У нас кадетский класс есть, лицейский класс есть. И многие возвращаются к нам уже после окончания заведения МЧС, МВД, они возвращаются офицерами, специалистами пожарного дела. С детьми надо работать, да? Да, с детьми надо работать. Чтобы потом они пришли. А на ваш взгляд, вот как? Я вот сегодня работаю преподавателем в Казанском техникуме информационной технологии. Вот я заведу этому техникуму. Да, понимаете? Я считаю, что надо готовить нам педагогов. Так. Потому что наша молодежь основное время проводит где? В школах, в техникумах и постоянно общаясь с педагогами. И каждый педагог, каждый преподаватель должен считать своим долгом воспитывать на своих уроках чувство патриотизма у своих чиновников. А не только там, где это по программе предусмотрено. Вот это я считаю основа. Хорошее предложение, да. Поэтому основное воспитание семья, а потом школа, техникум там, высшее учебное заведение. То есть на каждом этапе человека должен сопровождать. И ни в коем случае нельзя выпускать из поля зрения своих детей, как родителям, так и педагогам. Теперь вот информационные ресурсы такие, что вот я общаюсь со студентами, мало кто смотрит, кстати, из молодежи первый канал, второй канал там и так далее. И больше сидят, да, и они ищут именно жареные факты, желтую прессу, где не совсем хорошо говорят про нашу страну. Поэтому задача вот педагога как раз направить наших воспитанников, наших молодых ребят на то, чтобы они больше верили нашим ресурсам, больше нас слушали. В общем, выиграть информационную войну в том числе. Да. Вот много вопросов. Я сейчас уже так вот не у всех, не сразу разные и так далее. Вы все в прекрасной физической форме. Это тоже прекрасный пример для молодых, как в принципе на службе Отечеству можно блестяще выглядеть, потрясяще. Как себя в форме держите? Каждый военнослужащий себя поддерживает в форме сам. Каким образом? Что за секреты такие? Женщина подскажите, пожалуйста. Как минимум два-три раза в неделю это тренировка, бассейн, чтобы это самое всегда поддерживать, бег и так далее. Айрад Амирович, а вы? Я, значит, немножко по-своему отвечу на этот вопрос, если вы не возражаете. Потому что не досталось мне слова. Мне, я уже продолжу, мне очень везет в жизни на моих руководителей и посчастливилось трудиться, будучи в отставке в команде генерала Старостина Сергея Петровича. И вот патриотическое воспитание у нас, ну, оно, это наш образ жизни. Мы для этого трудимся, для этого мы работаем. И, в общем, наша задача выполнить гособоронзаказ и подготовить для вооруженных сил военных водителей различных категорий. Значит, подготовить нашу молодежь к стрельбе из огнестрельного оружия обязательно. Для меня кредо это безопасность. Я еще вот вспомнил, да, в 2005 году к универсиаде вот этот монолог безопасности я писал для того, чтобы, будучи начальником кафедры в школе милиции, у великого Акбара Внугаин Гаяновича, полковника милиции, в подчинении занялся, ну, милиционеров обучим, а как же население? И вот для населения мы специально издавали вот эти блокноты, брошюры для того, чтобы, ну, учились не на своих ошибках, а на чужих. И поэтому безопасность, она достигается, ну, очень просто. Надо просто уделить внимание нашей молодежи, а интерес к оружию очень большой. По итогам хочу сказать, что есть опыт метки БАРС, мы грант выиграли, приобщили детей к стрельбе с пневматического оружия. Сейчас уже заявились на грант армейский вектор, и я уверен, что обратят внимание, и президентский грант все-таки мы получим. Поэтому в ДОСАФе очень большой, объемный, обширный объем работы, мы его осваиваем, работаем, мне очень приятно, я горжусь тем, чем я занимаюсь в отставке. Ну, естественно, командная работа здесь тоже дает свои плоды. И патриотика, она достигается, вот, мои коллеги, Вознакаево, Чистополь, Ленинградск, да в других вообще городах. Курсанты автошкол ДОСАФа, они принимают участие в субботниках с администрацией, там, в посадке аллей, свеча памяти, потом бессмертный пол. Это шикарная работа, она доставляет удовольствие, и вот, ну, я просто очень рекомендую всем обратить на это внимание, ну, и поближе к ДОСАФу направить своих детей. Они получат хорошее, светлое, твердое будущее. А все-таки со спортивной формы что? Физической подготовкой? Как вы? Я не уточню. Вы знаете, ну, просто на службе, на службе, у меня был шагомер, я ходил не менее, там, 12-15 километров в день, ну, так получалось. И здесь я заставляю себя чаще передвигаться в течение рабочего дня, потому что огневая, стрелковая галерея 50 метров, ты только там сходил 5-6 раз, и уже километр позади. Поэтому... Если вы тут бегите, это вызовет панику. Они не вовлекают всех, а мы вовлекаем. А вы что делаете, Борис Васильевич? Зарядка? Вы знаете, ну, о том, что я занимаюсь зарядкой и так далее, и так далее, поддерживаю себя в личном форме, я могу сказать только одно, что я занимаюсь охотой, вот, и я занимаюсь рыбалкой. Так. Вот у нас рыбацкий коллектив, в который входит гералмайор Стогнев Иван Данилович, военный комиссар республики, герой Российской Федерации Харулин Газинур Горевзянович, дальше входит заместитель мэра города Казани, Салават Галеевич, ну, и другие должностные лица, которым тоже под 80 лет. Так вот, мы каждое воскресенье или в субботу уезжаем на рыбалку. А 24 февраля мы встречаем наш праздник, День защитника Отечества, только на льду. Бурим лунки по 20-30 лунок, вытаскиваем ершей, бершей и так далее, рыбку. То есть вот это всё даёт нам закалку, а в этой закалке... Ну, и энергию в том числе. ...и общение. Конечно. Коротко, очень тоже, не у всех спрошу, но какие функции готовы отдать женщинам, а какие исключительно являются мужской обязанности, Александр Калинович? Рожать детей – это функции женщин, а всё остальное – мужские функции. Ой, как-то некоторые, мне кажется, нравятся по ту сторону экрана, Алексей Васильевич. Ну да, поддерживаю тыл, ждать нас, любить, мы будем стараться. Так, кто-то другие функции женщинам отдаст ещё? Я хочу сказать, что женщины эти сами функции возьмут, потому что у полковников, у них бывает месяцами, как дневальный, по 4 часа домой поспать приходил в своё время. Поэтому только низкий поклон, благодарность нашим женам, которые вырастили нам детей и которые, ну, выдержали это испытание. Ну, у меня больше добавить нечего. Они могут сделать всё абсолютно, а мы максимально должны, как говорится, от этого их оградить. Вот только и всего. Хорошо. Тогда про женщин. Про женщин? Да. Я благодарен женщинам, что в нашей службе... Спасибо за что. И моя семья меня поддерживает, и я считаю, это очень большое дело в нашей службе. Поэтому у нас на службе пожарной охраны в МЧС очень много женщин выполняют функции мужские. И сегодня я поздравляю всех женщин вот тоже с праздником Днём защитников Отечества. Поэтому они уже взяли у нас часть функций. Они сегодня, кроме тушения пожаров, они уже всё выполняют. Мы можем, да. Мы можем. Телезрители, как проголосовали, тоже большинство, 67% считают, что это защитник Родины настоящий полковник. 26% телевизионных леди, скорее всего, считают, что идеал мужчины. И просто звание всего лишь 5%. То есть телевизионная аудитория всё-таки гораздо выше, больше и круче оценила настоящих полковников. В завершении меньше пяти минут у нас остаётся. Мне бы хотелось вот завтра. За кого, в честь чего, как поднимете этот тост в свой профессиональный праздник? Борис Васильевич. Вы знаете, лично я подниму тост за нашу победу. За ту победу, которую куют сейчас наши воины. Потому что вся страна встала на защиту Родины, на защиту наших граждан. Выполняет все задачи, которые поставил перед нами президент. И тост за победу, в которой участвуют наши вооружённые силы, мне кажется, это будет самым главным. Спасибо, Борис Васильевич. Александр Каримович. Я хочу поднять тост за всех защитников Отечества. Это мужчины, которые сегодня воюют за нашу Родину. Ихними семьи, которые обеспечивают крепкий тыл. Это труженики, которые стоят у станков, производят всё, что необходимо для нашего фронта. За своих командиров, которые меня воспитали. За своих учителей и за свою семью. Спасибо, Юрий Николаевич. За защитников Отечества. За наших победителей. За наших ребят. Чтобы они все вернулись живыми и здоровыми. За всех за них. Спасибо. А Рафаэль Михайлович? Конечно, я бы поднял тост за защитников Отечества. За наших сотрудников, которые тоже принимают участие в зоне специальной военной операции. Чтобы они вернулись домой живыми и здоровыми, с победой. Коллеги, которые ежесуточно заступают на дежурство, на боевое дежурство. Им высокой боевой подготовки. И, конечно, тоже, чтобы возвращались домой живыми и здоровыми и сухих рукавов. Спасибо, Айра Домирович. Поднял бы первый тост за тех, кто в погонах, за тех, кто в сапогах. И чтобы у них был факт, чтобы была удача. И чтобы они увидели своих близких. Спасибо, Алексей Васильевич. Присоединяюсь ко всем сказанным. И от себя еще могу добавить, что много проводится работы. Не обязательно в форме и не обязательно передовой. Большая честь, конечно, тем бойцам, которые там живут. Но и здесь, в тылу, можно сказать, нелегкую службу несут сотрудники правоохранительных органов. Поэтому всем им терпение, сил, удача. И мы каждый на своем посту добросовестно несем вахту и приближаем нашу победу. Спасибо большое. Мне кажется, хорошие тосты сказаны. Я благодарю вас всех, что в этот предпраздничный вечер вы пришли к нам на прямой эфир. Мы убедились и увидели, кто такие настоящие полковники. Я думаю, телевизионная аудитория тоже увидела, восхитилась. И, в принципе, знала много чего интересного. Но мне остается только поздравить вас, каждого из вас, с наступающим праздником, с Днем Защитника Отечества, с победой. И пусть действительно все сегодняшние тосты, пожелания обязательно сбудутся. С наступающим Днем Защитника Отечества.